В этом году единый государственный экзамен будет сдавать около 4 тысяч ямальских выпускников. Эти цифры озвучил первый заместитель директора окружного департамента образования Сергей Бойченко. Накануне он вместе со своими коллегами провел пресс-конференцию для региональных и муниципальных средств массовой информации. Представители профильного ведомства рассказали о том, как идет подготовка к итоговой аттестации по программе среднего общего образования. Репортаж Светланы Кель. Рейтинг предметов по выбору в этом году не изменился. В число самых востребованных по-прежнему входит общество знания. Его будут сдавать порядка 60% всех выпускников. Четверть ямальских 11-классников выбрали ЕГЭ по физике. И всего два школьника согласились на испытания французским языком. Самое интересное, что участников, выбравших немецкий или испанский языки, нет. Для проведения экзаменов по иностранному языку с разделом «Говорение» все экзаменационные аудитории оснащены звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой. Испытания инъязом выпускники пройдут 11 и 14 июня. В этом году в соответствии с требованиями Рособорнадзора будет увеличено количество аудиторий в ПП с видеонаблюдением в режиме онлайн. Если в 2015 году у нас было 75%, то в этом году увеличение на 10% будет. Вообще видеонаблюдение везде, но только 85% в режиме онлайн. То есть там будет в онлайн режиме транслироваться картинка и будет поступать на портал «Смотри.егэ», чтобы в режиме реального времени можно было видеть, что происходит в той или иной аудитории. Такой тотальный контроль позволит исключить нарушения, говорит первый заместитель профильного департамента округа Сергей Бойченко. Речь идет об использовании на экзаменах мобильных телефонов и шпаргалок. Благо на Ямале подобных случаев зарегистрировано не было. Зато такие прецеденты были выявлены в некоторых регионах России. Если во время проведения экзамена специалисты, которые находились в ПП, могли просто не увидеть, что человек воспользовался, а видеокамера это зафиксировала. Закончился экзамен, выпускник экзамен сдал, получил аттестат, получил сертификат и так далее. Но если обнаружится за тем, что он нечестно сдавал экзамен, это будет доказано в суде, такие случаи уже были по стране, таких случаев не один десяток, кстати говоря, то просто-напросто результаты экзамена аннулируются. Кстати, в этом году итоговую аттестацию пройдут школьники с ограниченными возможностями здоровья. Уже подано 33 заявления. Четыре человека будут сдавать экзамен в письменной форме. По медицинским показаниям, трое выпускников, один из них лабытнанский, пройдут ЕГЭ на дому. Там тоже идет видеонаблюдение только в режиме оффлайн. То есть идет запись экзамена, но не трансляция в сети интернет-сези с тем, что это дети больные. Но все требования сохраняются те же самые. То есть печатается там непосредственно дома, распечатывается все это. Также ассистенты, также организаторы, также технические специалисты. То есть людей, которые организуют экзамен, гораздо больше, чем один ребенок. Но для него создаются эти все условия для того, чтобы ему было комфортно, психологически удобно. До проведения первого единого экзамена остается ровно 11 недель. 27 мая выпускники ямальских школ пройдут испытания географии. Всю необходимую информацию об организации проведения итоговой аттестации выпускники и их родители смогут получить по телефону горячей линии Департамента образования Ямала. Светлана Кель, Максим Ячин, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова